Старые газели в составе городского общественного транспорта почти побеждены. На смену им пришли более комфортабельные маршрутки. Теперь курс на автобусы большей вместимости. На одном из маршрутов совсем скоро появится четыре таких новеньких транспортных средства прямо с завода. И это не последнее обновление в 2017 году. Необходимость есть. Мы мониторим маршруты, смотрим на каком маршруте необходимо наличие автобусов большей вместимости и планируем и будем закупать. В каждой транспортной компании самостоятельно принимают решение о замене устаревшего подвижного состава. Но в городской администрации стараются стимулировать предприятия к обновлению машин и замене их на более вместительные и удобные для пассажиров. Например, при проведении конкурса на осуществление перевозок – приоритет у предприятий именно с такими машинами. Подвижной состав является архитектурой города Иваново. Ивановцы заинтересованы в обновленном транспорте и доступном транспорте. Конечно, задача стоит поменять малый класс на средний и большой класс автобусов по пассажировам вместимости. Здесь уже, я думаю, всем будет удобно и доступно, как и зайти не в одну дверь, как сейчас зачастую у нас пассажиры перемещаются на автобусах малого класса, где не всегда удобно ехать, когда переполненный салон транспортного средства. А здесь все-таки мы рассчитываем на то, что будет комфортно, доступно и безопасно. Безопасность – один из самых важных показателей. Но будущее, конечно, за низкопольными автобусами. В такие с коляской несложно зайти, удобны они и для маломобильных категорий граждан. В Иванове на сегодняшний день такого транспорта нет, но начало положено. По нашей информации, первый низкопольный автобус со специальными накопительными площадками появится в областном центре уже этой осенью.